Итак, первая глава с первого стиха. «Кторый засвидетельствовал Слово Божие, свидетельство Иисуса Христа, и что Он видел. Блажен читающие и слушающие слова пророчества всего, и соблюдающие написаны все в ней, ибо время близко. Иоанн семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть, был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых, и владыка царей земных, ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей, и соделавши нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, славой и державой во веки веков. Аминь». Интересное слово стоит самое первое. Чтобы далеко не путать никого, все очень очевидно и видно в первом стихе, в первых словах. Книга Откровения – это откровение Иисуса Христа. Самая главная цель в книге Откровения – это не открыть вам то, что будет прямо там в 21-м, 25-м, 30-м каком-то году, или что было, или там указывать на историю и показывать, вот был этот период жизни или будет этот период жизни. Не искать где-то что-то в будущем, а увидеть, кто такой Христос. Попробуйте услышать, что я хочу сказать. Откровение Иисуса Христа, которое Бог дал Ему. Здесь очень интересно такой вопрос стоит, что от Христа было что-то утаяно от Бога, от Отца. Что есть люди, которые мыслят и говорят, что Христос уже в будущем восхищен в прославленном теле, не до конца все знал, не все было Ему открыто. Я это не нахожу по духу Священного Писания. Иисус Христос является абсолютным Богом, который знает и начало, и Он есть. В Откровении мы читаем, Он есть и начало, и конец. Абсолютно владеет всем знанием, потому что Он есть все знания, премудрость и познание. Это Христос. Иоанн говорит, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Иисуса Христа начало быть, и ничто не начало быть. И Слово было Бог. Поэтому, когда мы читаем Откровение Иисуса Христа, здесь не идет речь о том, что что-то Христос не знал, что Ему Бог открыл. Что будет в будущем? Вот теперь ждите, когда будет построен, отстроен храм, когда евреи соберутся. Ничего подобного в этом нет. Я знаю, что некоторым это будет резать слух, но я хочу, чтобы вы поняли одну самую главную истину. Книга Откровения, цель этой книги в церквях открыть, кто такой Иисус Христос. За 40 лет самая главная мысль, кто такой Христос, была утрачена двумя поколениями. Два поколения, одно поколение и второе поколение уже не дали основу, фундамент, кто такой Христос. И для этого Бог дает через 40 лет формирование этих церквей, Он дает книгу Откровения, чтобы церкви покаялись, встрепенулись и поняли, кто такой Я. Не то, что вы ждете, вы можете сегодня вникать в Антихриста сколько хотите и потерять самый главный фундамент – это Откровение Иисуса Христа. Если сегодня Господь и Господь, когда мы будем, ну если Бог позволит, будем вникать в каждой церкви и посмотрим, что происходит с этими церквями, как их внимание, ну, улетучилось, куда их внимание было больше направлено, чем Христос. Одной только Ефесской церкви, Он говорит, вы оставили первую любовь. Обратите внимание, что вы оставили, вы забыли тот, кто Я есть. Я тот жених, который вас избрал как невесту. И вы меня не любите, вы любите свои дела, которые вы больше творите, но это для будущего. Итак, самое главное, мы сегодня будем говорить об этом – Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И здесь очень интересный вопрос напрашивается. Ну вот видишь, здесь говорится о будущем. Конечно, о будущем состоянии церквей. Обратите внимание, для Христа самое главное – показать, что Его невеста любит Его или не любит Его. И прошло всего лишь 40 лет, где в фундамент, как основание Христос, есть истинная любовь. В некоторых церквях было утрачено. Другие церкви подверглись лжи иудеев, которые стали больше тянуть их в закон от Христа. Их стали тянуть больше в дела, миссионерское служение, чем влюбляться во Христа. Вот что происходило. Поэтому Бог, оставив последнего своего апостола в живых, дает эти послания через Него, уже дает послания семи церквям. И это, конечно, очень красота, которую можно рассматривать и изучать в книге Откровения. Но самое главное. Итак, чем подтверждается эта точка зрения, скажем так, что из книга Откровения – это книга «Открыть нам Христа». Для этого надо понять слово «Откровение» само. В греческом языке, конечно, это слово звучит очень так классически, красиво. «Апокалипс». И это тоже может вас увести от Откровения Христа. Какие-то пугания. Христос говорит, если мы читаем в Евангелии от Матфея 24 главу, Он говорит, будут глады, моры, землетрясения, войны. Что Он говорит церкви делать? Бояться? Жить в страхе? Он говорит, нет. Это ему надлежит быть. Но увлекшись этими событиями, которые мы переживаем вокруг себя, мы можем потерять основание Иисуса Христа. И для этого Христос вмешивается в эти церкви и говорит, я вам еще даю возможность покаяться. И нам сегодня это тоже звучит. Даю возможность покаяться. Насколько Иисус Христос сегодня открыт в нашей жизни, в наших церквях. Слово «Откровение» обозначает как «обнажить». Это самое первое значение слова «обнажить». Взять и обнажить, открыть. Второе – это раскрыть правды. Раскрытие правды, как инструкция. Итак, что мы можем это сказать? «Откровение Иисуса Христа» – это что? Раскрытие правды, кто такой Христос. Вот для чего эта книга. Не надо мудрствовать. Все элементарно просто. Не надо путать людей, толпы народов, что книга «Откровение» – сложная книга. Нет. Поставьте самую главную цель. Как открыть Иисуса Христа в этой книге? И вы удивитесь, насколько эта книга реально, живая и открытая и доступная для любого читателя. Но когда мы подвергаемся каким-то там идеологиям, идеям, фантазиям людей, которые уводят нас от фундамента Иисуса Христа, тогда, конечно, приходят, да, ну, это не стоит даже вникать и понимать. Спрашивая людей, насколько ты читаешь книгу «Откровение», они говорят, да не, это, наверное, самое последнее в жизни, что я буду делать. Ответ на это высказывание в третьем стихе. Об этом мы тоже чуть-чуть попробуем затронуть и поговорить. Вам интересно? Пока нормально? Все хорошо. Главное, чтобы много говорю, много читать придется немножко. Ну, потерпите. И также слово «Откровение», книга «Откровение» относится как что-то до сих пор было скрыто от поля зрения. Что-то церкви где-то упустили главного жениха, это Христа. Он ушел из их поля зрения. И вот теперь книга «Откровение» дана для того, чтобы вернуть нас обратно вот в поле зрения Иисуса Христа. Вот это значение слова «Откровение». И третье значение в греческом языке имеет проявление или внешний вид. Как Христос проявляется в моей жизни? Чтобы Ему проявляться в моей жизни, Ему необходимо быть во мне. Чтобы Христу проявляться в церкви, Ему необходимо место здесь быть. Это другими словами «в нас быть». Как Христос проявляется, вот именно «Откровение» Иисуса Христа в моей жизни? И внешний мой вид, как Христос сегодня читаем, когда люди на нас смотрят, читаем ли мы? Являемся ли мы тем письмом, читаемое и всеми узнаваемое? Я сейчас не говорю какой-то такой вот вид создать там, внешний какой-то вид. Нет. Радость. Радость Христова. Мне понравилось сегодня утром, брат Геннадий проповедовал. За что Бог наказал? За то, что они не с радостью пред Ним жили. То есть, когда была благодать, они мрачными ходили. За это укорял Христос и фарисеев. Итак, что мы читаем в книге Амоса, в третьей главе, в седьмом стихе? Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам, своим пророкам. Ничего Господь от вас скрыть не хочет. Книга Откровения – это не книга какой-то тайны, от которой можно только особенные люди, которые имеют полномочия, уровень образования, могут вам истолковать. Нет. Господь желает сегодня в этой книге открыть самого себя нам. Бог ничего не утаил, Бог ничего не спрятал. Понимаете, какие очки я одеваю, чтобы читать книгу Откровения, так я ее и читаю. Если я одел очки, чтобы смотреть с такого ракурса, видеть открытие Иисуса Христа, поверьте, эта книга оживает. Она становится очень интересной, живой, уникальной. Испытайте. Придите домой, откройте книгу Откровения и посмотрите, попробуйте искать Иисуса Христа. И вы удивитесь, как это приятно, как это благословенно. Как он в третьем стихе говорит, блажен читающий. Кто читает, и уразумеющий, и исполняющий, и написано в книге сей. Нет ничего тайного, сокрытого. Это только люди пытаются привести в замешательство церковь. Я так верю, потому что я верю, что Бог дал послание церквям, и они понимали, о чем он говорит. Даниила написано во 2 главе, в 28 стихе. Но есть на небесах, то есть в другом пространстве, на небесах Бог, открывающий тайны. И Он открыл царям, царю Навходоносору, что будет в последние дни, сон твой видел ты, и так далее. И в Откровении, 22 глава книги Откровения, 16 стих. Что же это Откровение? Я Иисус, смотрите, не Бог дал Христу, в нашем переводе так написано, которое дал Ему Бог. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог. А Христос говорит, я Иисус послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. Христос говорит, я управляю этой книгой, я даю послание, я призываю церкви покаяться, и так далее. И также, конечно, самый пугающий стих в книге Откровения, это 22 глава, 19 стих. Если кто отнимет от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей. Это такие пугающие слова, и обратите внимание, что чаще всего люди пытаются именно сказать, и не дай Бог ты неправильно истолкуешь Откровение. Тогда Господь может отнять участие твое из книги жизни. Я вам хочу сказать, есть подушка безопасности. Если вы посмотрите на книгу Откровения, чтобы открыть Иисуса Христа, вам нечего бояться. Кстати, у вас одна цель Откровения – обнажить в жизни своей Иисуса Христа, увидеть, раскрыть Христа, который внутри вас. И этим подтверждаются уже другие места из Священного Писания. Евангелие от Луки, 2 глава. Помните, когда Христа привели на восьмой день к Симеону, и что он говорит? Двадцать девятый. Иисуса Христа приходящего в мир, чтобы в нем открыть себя, свет, откровение, познание, кто такой Христос. Для этого Христос пришел для того, чтобы исправить то поломанное, которое было утрачено в Эдемском саду. Бог захотел, он говорит, я вселюсь, жить буду в вас. Я сделаю вас обитель, я буду в вас жить. Вот что я хочу. Я хочу, чтобы я был открыт внутри вас, в вашей жизни и так далее. Христос своим присутствием просвещает язычников и Израиль. Первое обстояние к Коринфянам, 1 глава, 4 стиха. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе. Потому что в нем, слушайте внимательно, во Христе вы обогатились всем». Представляете, какое-то богатство. Во Христе вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием во Христе. «Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, в откровении или в явлении Господа нашего Иисуса Христа». Знаете, можно это отнести на будущее, а я бы это отнес сейчас. Вы сейчас имеете познание для того, чтобы Христос был открыт. Явление Христа было внутри. Он должен наполнить внутренний храм твоего сердца. Об этом говорит апостол Павел. Эфесянам это вообще, это бомба. 1 глава, Эфесянам. Обратите внимание, что это послание, которое мы читаем, оно было при начале церкви, когда церковь только-только-только основывалась. Апостол Павел давал такое послание в 1 главе. «Посему я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости и откровение к познанию Его». То же самое слово стоит. Откровение Иисуса Христа. Бог, Павел говорит, я молюсь, чтобы Господь Эфесской церкви дал Дух премудрости, чтобы открыть Иисуса Христа в жизни этих верующих людей. Это замечательно. Представляете, если бы о нашей церкви так Господь молились бы, если бы мы так молились, чтобы Господь дал Дух премудрости и откровению, то есть раскрыть правду, раскрыть Христа. «И просветил очи сердца ваше, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призавшая Его, и какое богатство славного наследия Его для святых». Мы имеем величайшее богатство, это Христос в нас. Там нету меры. Бог безмерный. У Него нету меры, сколько тебе дать благодати, познания Иисуса Христа. Но это познание начинается внутри, внутри. Мы нуждаемся в Духе просвещения, чтобы Бог нам дал Дух просвещения, чтобы мы увидели, насколько Христос открытый в нас. Это начало церкви, которое было. «И как безмерно величие Его могущества в нас, верующих, нет границы безмерно величия Иисуса Христа в нас». Вы верите в это? Или это так? Зашло и вышло. «Придите домой, почитайте первую главу Посланника Ефесяна». «Как безмерно величие Христа». Представляете, Христа в нас. Что происходит? За 40 лет, 7 церквей, они утратили эту меру. Мера стала маленькой. Уже Христос не вмещался. Поэтому Он предложил, говорит, покайтесь, покайтесь, покайтесь. Вот это у вас хорошо, а вот это плохо. Мера Христа. То есть на протяжении жизни, на протяжении церкви, что происходит? Происходит сужение или удушие Духа Христова в нас. Поэтому мы становимся такими черствыми. А что туда идти вечером? А кому это надо? Да, тут какие-то старички приходят. Это не для нас. Мы заняты. Знаете, почему сегодня мало людей посещают собрания? Оскудела вера, пришла духовная такая нищета. Потому что Христос не открывается, не можем Его открыть. Потому что Он внутри, Он безмерный. Об этом Павел говорит. Которую, смотрите, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых, посадив водесную Себя на небесах. То есть безмерно величие Бога в нас, верующих по действию державной силы. Посмотрите, та же самая сила, что воскресила Иисуса Христа из мертвых и посадила Его, одеснуя Отца, эта же сила внутри нас может быть. Этот же Дух, который воскресил Христа из мертвых, необходимо иметь в себе. По-другому ты не воскреснешь. Поэтому нам нужно, что откровение Иисуса Христа. Вот для этого было это послание, это книга. Откровение Иисуса Христа. «Превыше всякого начальства и власти, и силы, господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и посадил Его превыше всего. Главою церкви, которой есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем». Об этом молится апостол Павел Айфетской церкви. Через 40 лет вы оставили первую любовь. Два поколения. Я наблюдаю тоже сегодня в своей жизни два поколения, что было передано мне, что я пронес за эти 20 лет. И вот я сегодня стою на этапе жизни, что я могу передать будущему поколению, как я могу сегодня открыть Христа. Мы об этом не думаем. На самом деле надо подумать. Это очень важно понять. Ты проживаешь жизнь, тебе, может, 60 лет. Я беру по таким, три возраста, тебе, может, 20 лет, 40 лет, 60, 80. Этапы жизни, что ты передал? Насколько ты смог передать, открыть Христа будущему поколению? Это очень важно. Если мы этого не делаем, нам все надо каяться. В первом послании Петра, в первой главе, в шестом стихе написано, «Осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась в драгоцене гибнущего, хотя и огнем испытанного золота, похваля чести и славе в явлении или в откровении Иисуса Христа». Опять можно все это отнести на будущее. Но он говорит, радуйтесь когда? Сейчас. Поскорбев теперь немного о различных искушениях. Искушения, они важны и нужны для чего? Для того, чтобы у нас был внутренний стержень и опора открыть Христа. Господь, я не могу противостоять искушению, но Твой Дух сильный, там Его без меры, там нет меры, там нет границы. Помоги противостоять. Открой себя, вот в искушении, открой себя, как мне противостоять в этих искушениях. Легко вспихнуть все на будущее. Жить какой-то такой надеждой, вот там в будущем. Сейчас бы как-то там пройти в это Царство Небесное. Которого не видели, смотрите, он говорит, которого, 8 стих. «Не видев, любите, которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая конец веры в ваше спасение душ. К всему то спасение относится и изыскание, и исследование пороков, которые предвозвещали о назначенной вам благодати. Исследование, которое на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за Ним славу. И открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедно вам, благовествовавшим Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы». Поэтому, возлюбленные, Он сейчас говорит, ангелы желают во что-то проникнуть. Во что? Они желают проникнуть, как это Бог может обитать в человеке, как вечный Бог вмещает себя в человека. Как это? И то творение, и эти творения. И ангелы сотворенные, и человек сотворен, «Но Бог дает особое предназначение человеку, чтобы жить в нем, открыть себя в нем». «Посему, возлюбленные, припаявши числа ума вашего, бодрствуйте, совершенно уповая на подавающую вам благодать в явлении, в откровении Иисуса Христа». Видите, Господь хочет открыть себя. Как послушные дети, Он говорит, «не сообразуйтесь с прежними покотями, бывшими в неведении вашем». «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «будьте святы, потому что я свят». Знаете, это не говорит о будущем. Это говорит о моем сегодняшнем настоящем. Когда я возвращаюсь в прежние похоти, желания похотей, знаете, что происходит? Прячется сила Божия, прячется Христос, и откровение нагота, то есть внутренний Христос, который в тебе перестает сиять. Когда я ведусь на поводу своих желаний греховных, Христос перестает в моей жизни себя проявлять. Поэтому ты борешься с грехами день за день, неделя за неделю, месяц за месяц, годами. Вот что происходит. Это элементарный простой принцип. Поэтому Он говорит, как послушные дети, не сообразуйтесь, то есть не входите в их образ, в прежний. То есть не возвращайтесь в прежнюю жизнь, из которой я вас вытащил. По примеру призавшего святого «будьте святы». Слово «святой» очень интересно здесь стоит. Святой – это не значит какой-то ходящий в белом одеянии. Святой – это отдельный, отдельный, вырванный. То есть вырванный из общества, помещен в отдельное. Я могу, допустим, почему мы говорим, что кафедра – она святая. Кафедра – это металл, это кусок металла. Здесь ничего особенного нет. Любой сварщик может это сварить. Профессиональный, да? То есть мы говорим, кафедра святая. Почему? Потому что мы ее отделили от стола, где мы кушаем хлеб. Вот что такое святой. Отдельное. То есть из всех этих стульев можно осветить один стул. И для Саши его. Осветить для Саши. И сказать, Саша, это святой стул для тебя. То есть это только Саша. Извините, что я оставлю пример. Но я говорю, пример того, что святой – это оторванный, выделенный от всего общества. И Бог говорит, я вас вырвал из власти тьмы, поместил в царство своего возлюбленного сына. И так, не надо туда перебегать обратно. Будьте святы. Это не значит, ну, как вам сказать, семь раз паститься. Это не значит, не хочу сейчас. Я сейчас наломаю много дров, если начну говорить. То есть не хочу, да? То есть не хочу чьих-то там чувств коснуться таких, да? То есть, потому что есть вещи, которые для кого-то они очень дороги. Иметь какую-то религию в своей жизни. То есть это очень какая-то обрядность. Но быть святым – это быть подобным Христу. Христос ничего не имеет общего с этим миром. И говорит, если любишь мир, ты становишься кем? Врагом ему. Вот о чем говорит Христос. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Мы подходим к концу. 1 Петра, 4 глава. Возлюбленные огненного искушения, для испытания вашего послаемого не чуждайтесь, как приключившись для вас странного. Опять это настоящее время идет речь. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь. Да и откровение или явление славы Его, возрадуйтесь и восторжествуйте. Опять можно все это отнести на будущее. И этому есть место. Но Господь хочет сегодня, чтобы ты радовался через искушение, испытание, как Он говорит, да, огненного искушения. Не чуждайся. Почему? Потому что только тогда я могу их сжечь изнутри своим светом. Я их могу прожечь. Когда мы переходим к испытаниям, трудностям, тогда мы уповаем не на свои силы, а на Христа, на Его Дух, который внутри нас. Итак, последнее, что я хочу сказать, это...